Всем привет, меня зовут Сленд. На стримах у меня очень часто спрашивают, как играть в 4 пальца. Вот как ты это делаешь? Вот это же как надо пальцы гнуть? Вот я пробовал, не получается. Вопросы я встречаю уже очень давно. И знаете, сегодня я отвечу на них. Покажу свою раскладку под игру в 4 пальца, покажу геймплей игры в Нэнси с такой раскладкой, где будет видно со стороны, как я играю и как работаю руками во время игры. Соответственно покажу, как надо держать телефон и как я нажимаю на кнопочки на экране. Естественно в видео не пойдет речи про триггеры, геймпады, держатели или эмулятор. Хотя, про эмулятор могу сказать. Научившись играть в 4 пальца, потенциально вы сможете обыграть почти любой эмулятор. Но, везде есть свои НО. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк, ну и смотреть ссылки в описании видео. А теперь, поехали! И начнем с того, что перед тем, как настроить управление, нам необходимо выбрать тип управления. Тут у нас есть два варианта. Первый экран делится на две части. С левой стороны вы управляете бегом, с правой стороны вы управляете камерой. Думаю, все просто. Вот как это работает во время игры. Где бы я не поставил палец с левой части экрана, я буду управлять кнопочкой бега. Аналогично с правой стороны. Где бы я не поставил палец, я буду управлять камерой. Второй тип. Экран не разделен. Управлять камерой можно с любой части экрана, а бег строго на кнопке бега. Вот как это выглядит. Выбираем первый тип. Со вторым типом играть в 4 пальца мы не сможем. Теперь можно перейти к настройке управления. Кстати, если хотите, чтобы я сделал видео по раскладке игре в 3 пальца, то обязательно пишите об этом в комментариях. С управлением придется повозиться. Времени тут можно оставить и 10, и 30, и 60 минут. Если вы никогда не играли в 3 или 4 пальца, то советую просто скопировать мою раскладку, а позже постепенно корректировать ее под свои пальцы. Эта раскладка что-то вроде профессиональной. То есть, сразу вы не сможете играть хорошо и с комфортом именно на такой настройке. Я на ней играю уже больше полугода, и по моим субъективным ощущениям, мне сейчас комфортнее играть в 4 пальца на телефоне, чем с мышкой и клавиатурой на компьютере. При настройке управления у многих возникает проблема с кнопкой стрельбы. Ее я решил в первую неделю своей учебы игры в 4 пальца. Проблема следующая. Во время стрельбы происходят незапланированные, нежелательные движения камерой. Связано это с тем, что когда вы стреляете, вы нечаянно двигаете указательным пальцем по экрану, и этим двигаете камеру. Решается это двумя действиями. Первое я озвучил в самом начале. Выбираем первый тип управления. Справа камера, слева бег. А второе действие. Переносим кнопку стрельбы с левой части экрана на правую. Весь смысл проблемы в том, что если использовать стрельбу с правой части экрана на этой же правой части, то мы можем двигать камеры во время стрельбы. Эта фишка полезна при игре в 3 пальца в одном из множеств вариантов раскладки. Но при игре в 4 пальца она будет дико мешать. Камера будет либо двигаться, либо вообще не реагировать, либо улетать нахрен в небеса. Играть так невозможно, поэтому ставим левый выстрел на правый угол и смотрим дальше. В ту же первую неделю учебы игры в 4 пальца я обнаружил, что иногда возникают проблемы с одновременным использованием прыжка, бега, выстрела и управления камерой. Первый мой вариант раскладки был таким, что выстрел был слева, а прыжок справа. Тут я уже получал нежелательные движения камерой при нажатии кнопки прыжка. Решалась эта проблема простым переносом стрельбы направо, а прыжка налево. Игра у нас не имеет широких настроек управления, как в топовых шутерах. В топовых шутерах можно отключить движение камеры при нажатии на выстрел или другую кнопку. У нас этого нет, поэтому играть в 4 пальца возможно только при такой ориентации кнопок. То есть левая кнопка выстрела находится справа и стреляем мы именно ей. Кнопка прыжка находится слева. Все, это база. По-другому вы будете встречать всякие разные проблемы во время игры. Если не верите, то можете попробовать поиграть по-другому и убедиться, что я прав. Дальше мы переходим к практике. По-моему, у меня самый удобный хват телефона при раскладке в 4 пальца. Главное зафиксировать телефон в руках. Ребра телефона упираются между костяшками среднего и безымянного пальца. С левой стороны с верхнего ребра телефона мы придерживаем средним пальцем левой руки. С правой стороны с нижнего ребра мы держим телефон правым мизинцем. Спинку телефона держим средним и безымянным пальцем правой руки. Вот вам и фиксированный хват. Управлять игрой мы будем при помощи больших и указательных пальцев. Теперь нам нужно привыкнуть к хвату и нажатию на экран. Первую неделю у вас будут болеть пальцы. Боль будет в мышцах. Естественно. Ведь движение крайне непривычное. Спустя месяц вам будет уже максимально комфортно. А дальше с практикой вы привыкнете настолько, что будет удобнее, чем с мышкой клавиатурой. Теперь поговорим про саму игру. Как нагибать и нарастить скилл. Сперва вам надо научиться прыгать и двигаться. Это вам поможет дольше жить при встрече с противником. Прыгать тоже надо уметь. На поле боя всегда видно опытного прыгуна, неопытного прыгуна и эмулятор. Добиться идеальных движений не получится. Тут уже нужна клавиатура. Все это происходит из-за механики игры. Почти нереально прыгать из стороны в сторону, играя на телефоне. Можно прыгать примерно на одном месте, но взад либо вперед вы все равно будете смещаться хоть и немного. Почему важно научиться прыгать в разные стороны примерно на одном месте? Во время игры всегда случаются ситуации, когда надо либо сблизиться, либо отдалиться. И очень важно контролировать дистанцию до врага. Если ваши прыжки будут хаотичны, то ближе, то дальше. Тогда вы не сможете в полной мере контролировать игру. Вас будет легче обвести, замансить или закрутить и в итоге просто-напросто убить. Научиться прыгать можно только практикой. Играйте чаще в Нэнси. За расход оружия и брони не бойтесь, там оно не ломается. Со временем выработается привычка прыжков и все. По стрельбе и наводке тоже есть свои нюансы. Лично я столкнулся с тем, что сенсор моего телефона крайне неприятный, нестабильный и вообще реагирует на движение пальца только спустя доли секунды. Играть эффективно в ПВП на таком экране банально невозможно. Конечно, если только вы не играете с Гранником или Огнеметом. Ну или вы воин. Тут все понятно. Наводиться на цель толком не надо, поэтому и проблемы сенсора ощущаться не будут. Также очень сильно на ваш стил влияют лаги. Конечно, можно научиться тащить и под лагами, как под какими-то средствами, но эффективность будет очевидно ниже, чем если бы лагов не было. Тут проблему решит либо замена телефона, и желательно еще интернет проверить, либо переход на эмулятор. Игра у нас неоптимизированная, и для того, чтобы играть с наибольшим комфортом, необходимо иметь отличное устройство. Знаете, много кто мне говорил, что играть в четыре пальца нет смысла. Можно и в два отлично отыгрывать и тащить. Да, согласен, можно. Но отличную игру в два пальца можно сравнить с шедевральным письмом ногой. Это возможно, но чтобы научиться, нужны годы практики. В четыре пальца научиться тащить куда проще и быстрее, поверьте. Хорошо и отлично играть в два пальца могут единицы, а в четыре пальца может научиться каждый. Поэтому обязательно пробуйте, не бросайте учебу на самом начале, ну и практикуйтесь. А также не забывайте подписываться и оставлять комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр, с вами был Сленд и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok